Коллеги, на самом деле новая реальность есть, и мы должны сейчас быть к ней готовы. Я с этим абсолютно согласна с Денисом. Другое дело, что как бы мы не хотели быстро и эффективно получить деньги, мы должны понимать, что действовать мы должны прежде всего в правовом поле. И в связи мы обязаны сейчас, я обязана все-таки как представитель публичного направления, именно Государственной Думы, как представитель государственного образовательного учреждения, и все-таки рассказать вам о тех перспективах, которые мы сейчас видим применительно криптовалюте. Вы, наверное, слышали о том, что было в последние буквально две недели. Было заявление Министерства финансов, было заявление Министерства связи относительно использования новых форматов или новых гостов криптографии, точнее российских гостов криптографии относительно биткоина. Было заявление Центрального банка, и все это осуществлялось на фоне совершенно непонятной ситуации, связанной с BTC-е и, собственно, выдачей Винника, и ситуация, связанная с запретом в Китае ОСЕО. А до этого, если помню, 1 августа было заявление МАС о криптовалютах в Сингапуре, и заявление 24 августа, заявление уже, собственно, Канады о том, что они тоже будут в отношении ОСЕО применять правила, которые сейчас у них применяются в отношении ценных бумаг. И вот на фоне действительно безумной капитализации криптовалют, безумной капитализации ОСЕО, мы должны с вами видеть эти риски. И вот моя задача сейчас, говоря об основах правового регулирования в этой сфере, все-таки вас предостеречь от некоторых вещей, хотя бы не в той части, что я сейчас буду вам говорить, господа, давайте уходить от криптовалют и от ОСЕО, вовсе нет. И в этом моя функция, а в том, чтобы вы могли понимать, где вас эти риски поджидают. Если они вас поджидают, вы могли их минимизировать. Потому что о достоинствах, я думаю, здесь бесконечно много будут говорить, и, может быть, еще и вспомнят меня в этой части, в том, что эти риски, несомненно, есть. Вот давайте с вами попытаемся на примере... Так, не то. Да, достает. Да, постараемся с вами некоторые вещи разобрать, если вы не против. Хорошо? Первое, давайте начнем тогда с элементов инвестиций, связанных с криптовалютой. Вот только что, буквально несколько минут назад, у нас состоялся разговор. Государственная Дума, особенно депутаты от некоторых фракций, которые являются депутатами, скажем так, в регионах с майнингом, очень попросили о встрече, потому что именно нужно понимать, что говорить избирателям. Много людей майнинг, и ставится вопрос, что с этим делать. Сейчас, я думаю, Денис много рассказал хорошего, я в данной ситуации его абсолютно поддерживаю, но мы должны с вами определиться, что представляет собой майнинг, в каком направлении мы в рамках законодательного регулирования на эту тему думаем, и какие допустимы формы майнинга сейчас. Начнем, наверное, с правового регулирования. Если мы посмотрим с вами на карту мира, мы увидим, что нет стран, пожалуй, кроме, наверное, Бангладеша серьезно, которые бы напрямую запретили майнинг. Майнинг сейчас воспринимается очень многими как некая форма активности. Вы можете совершенно дома спокойно вязать носки, эти носки будут ваш майнинг. Вы собираете некие мощности, эти мощности вы направляете, получаете взамен этих мощностей некую валюту. Очень сложно описать процесс производства криптовалюты, поскольку мы, майня, не производим криптовалюту, мы производим некие мощности. Вопрос заключается в том, как юридически мы можем эту проблему оформить. Ну, юридически, ладно, будем как-нибудь оформлять, но проблема здесь заключается именно, вот у нас здесь есть, да, где у нас майнинг? Ну, обмен криптовалюты, а, да, майнинг и клубный майнинг, да, вот, начнем сверху. И пойдем по часовой стрелке. Так вот, что здесь, какие здесь есть проблемы? Проблема первая в том, что сейчас никто, это не проблема, как раз-таки, это наоборот хорошо, это хорошая новость, сейчас нет никаких оснований для того, чтобы сдерживать вас от майнинга. Вы можете дома поставить видеокарты, вы можете загрузить некую программу и начинать им заниматься, подобно тому таксисту, да, которому так сильно повезло. Другое дело, что вам уже не так сильно повезет, но, тем не менее, у вас есть хорошие шансы в этой части заработать. И пока нет правового статуса криптовалют, пока нет понимания майнинга, вы находитесь вне правового поля. Вот я прошу обратить внимание, что вы находитесь не на рамках правового поля, потому что здесь уже мы говорим об ответственности, а вы находитесь вне правового поля. Даже это не серый сегмент, вас вообще нет. Вас нет с точки зрения налогового регулирования на этот момент. Это пока, но это пока. Вот здесь вот я, и Денис был, наверное, совершенно прав, когда он не захотел проводить это все в акцию такую, да, вот, давайте майнить, а он решил сделать все-таки, показать, что есть некий объективный процесс. Вот первый момент мы должны понимать. Сейчас это можно сделать, запустить, но когда вы будете выводить криптовалюту на рынок, вы будете интересны для государства. Есть несколько позиций, одни говорят, давайте сразу майнинг возьмем за майнинг. Другие говорят, давайте все-таки не будем это делать так сразу, а все-таки будем ждать, когда он выйдет на площадку. Мне кажется, более правильно говорить о выходе на площадку, потому что, представляете, если бы сейчас тот же самый таксист получал бы сипед налоговой каждый день извещения, относительно того, что он, кажется, тут майнит, он вообще не в курсе, что он это делает, но в то же время он обязан поплатить налоги. Я думаю, он бы очень сильно испугался и ничего бы не продавал в этот момент. И думаю, сейчас продал, потому что вдруг исполнила налог. На самом деле, если бы ему кто-то в этот момент объяснил, взял его телефончик и объяснил, что налогов нет, наверное, он бы в России остался. Ну, переехал бы, наверное, в более элитное жилье. Вот, здесь проблема вот первая, и это мы должны с вами знать. Другой момент – это понятие клубного майнинга. Вы, наверное, слышали, сейчас запускается несколько ОСЕО, и не только сейчас, они постоянно запускаются, связанные с несколько видоизмененным процессом майнинга. И один из этих ОСЕО-проектов, это проект Малиничева, просто я делала правую экспертизу на него, и мне передо мной стоял вопрос, а каким образом сейчас можем в России провести эту систему. На самом деле, это ОСЕО было проведено в российской юрисдикции, это большая история, на самом деле, и уже просмотрели очень детально эту тему и в госорганах. Не знаю, сейчас, по крайней мере, пока к этой схеме возражений нет. Там идея строится именно на клубном майнинге. История, на самом деле, очень хорошая. В данной ситуации, вот, я не говорю сейчас о Малинче, я говорю вообще о модели клубного майнинга, потому что есть некие мощности, есть люди, которые в эту историю вкладываются, а потом просто получают определенный процент от этого. Вам в этой ситуации не надо объяснять, почему у вас пробки вылетают во всем доме, да, почему у вас гараж стал весьма горячее, чем все остальные гаражи по соседству, вот, и прочие-прочие истории. Ну, это так уже утрировано. Вы вносите некие деньги и начинаете получать реальный доход. По такой системе выстроены сейчас многие интересные, реально интересные и продуктивные проекты. Есть истории, когда майнинговое оборудование завозится, используется, например, в России, но используется другой компанией. Это же ситуация, возможно, разные договоры, субподряды, лизинга и прочее. И потом эти деньги переходят, они уходят, в принципе, абсолютно чистые, потому что они очищаются в части налогов в других юрисдикциях. И вы можете их совершенно спокойно получать. Что должны вы знать, когда будете выбирать для себя, например, ту стратегию, связанную с майнингом? Вот у нас будет так. Возможное законодательство, как это делается, какие есть риски и как вы можете эту вещь предупредить. Вот первый риск, связанный с майнинговыми клубами и с майнингом. В чем будет для вас выражаться? Прежде всего, вы должны посмотреть, вы должны посмотреть, что вам обещается. Если вам обещаются совершенно баснословные вещи, вы должны посмотреть, на каком правовом основании они вам обещаются. Это тоже очень важно. На каком основании у людей есть оборудование? Каковы технические характеристики этого оборудования? Каков опыт существования этих ребят на рынке? Может быть, они только сегодня пришли, подняли на вас деньги и ушли в неизвестном направлении. На это смотреть все. Если эти люди имеют некий уже статус, авторитет, а это совершенно спокойно в криптомире узнается, этот мир прозрачен, децентрализован, вы сможете эту информацию уже как-то обладать. Других возможностей у вас пока нет. И было бы очень здорово, если бы под эту всю историю была какая-то договорная штука, которая бы говорила, что вы вносите и что вы на этапе уже в конечном итоге получаете. Вот эти вещи я просто вам обязана сказать. Что же касается майнинга домашнего, так называемого, то здесь больше, наверное, техническая составляющая. И пока вы просто ругаетесь со своими близкими и родными по поводу использования электричества и облада счетов. Других историй здесь нет. Одна есть важная история, которая тоже должна сказать, но это уже простынитесь, что бытовуха чистая. Если вы используете электричество, а вы его, несомненно, используете в больших объемах, вы должны использовать свое электричество. Потому что если используете другое, у вас уже начинается при размерах, а размеры, сами понимаете, уже постнословно, у вас начинается уже статья. Это либо мошенничество, либо статья причинения имущественного ущерба путем обмана или заупотребления заберем. Если вы куда-то подключились и скачиваете, никто за эту историю не платит, то 65-е. Если за это платит ваш сосед, то 159-е. Других вариантов здесь нет. И в зависимости от размера мы можем уже с вами это понимать. Если до размера не дотягивает, это будет административка. Но на самом деле ничуть неприятнее, потому что административка очень часто перерастает в уголовку. Но это так. Это я вас чуть-чуть попугала. Но на самом деле мы должны понимать. Экстричность, пожалуйста, только свое. И когда вы будете выбирать оборудование, тоже обращайте внимание на энергопотребление. Потому что сейчас уже машины идут вперед. Я думаю, Денис об этом уже вам сказал. И вам производительность высокую показал. Все идет вперед. И в этой части мы должны понимать, что оборудование надо выбирать такое, чтобы оно давало больше, а жрало меньше. Начнем с следующего. Это платежные системы. По платежным трейдингу брать не буду. Потому что эта история новая. Я думаю, что для нас с вами она сейчас еще не совсем подходящая. Потом, если надо, будем вернемся. Давайте обмен криптовалют, потом вернемся к платежным системам. Обмен, вообще, специфика криптовалют. Сегодня в России нет права у статуса криптовалют. Мы уже с вами об этом, я думаю, вы об этом знаете прекрасно и хорошо. Нет права у статуса криптовалют и во многих других странах. И даже те страны, которые сейчас позволяют криптовалюту ставить себе на балансе, они все равно не определились, что же это такое. А появление токена в рамках СТО, некой такой цифровой, цифрового актива, фактически вообще всех страшно смутило. Теперь никто не знает, что это такое. Мы либо занимаемся, мы либо даем правовую оценку криптовалюте, либо даем правовую оценку токенам, либо объединяем их в одну кучу, у нас получается реально очень тяжелая история, юридически тяжелая. Потому что, ну кто знает, сейчас немножко уйду в дебри, все знают, что любое право гражданское делится на два направления. Это вечное право и обязательное. Вот крипта – это вечное право. Такое же, как у нас право на дом, право на деньги и прочее. А обязательственное право – это значит, что кто-то имеет право предъявить вам требования, вы обязаны это требование соблюсти, поскольку у вас есть перед этим человеком обязательства. Вот это уже токены. И вот тут как раз-таки проблема возникает. Что с ними делать, с этими двумя историями? У нас пока, пока мы еще не переиграли, слава богу, я надеюсь, не переиграем, у нас есть оценка криптовалют как некого цифрового актива, который, вот здесь я прошу ваше внимание, первое – может быть средство накопления. То есть это значит, что каждый из вас сейчас может открыть электронный кошелек и на него накапливать валюту. Используя при этом, ну, можете делать мультикошелек, совершенно спокойно этой проблемой занимать. Второе – оно может быть средством мены. То есть мы с вами можем эту вещь поменять. Вот это вот тоже принципиально важно, потому что сейчас некоторые у нас за валюту покупают, за криптовалюту что-то покупают. Давайте, я уже просто у меня оскомину на языке набила эта фраза, но я все равно ее еще расскажу. В России бойтесь покупать что-то за криптовалюту. Когда вы что-то покупаете за криптовалюту, это значит, что вы криптовалюту используете как что? Как денежный суррогат. А если это денежный суррогат, у нас есть закон о Центральном банке Российской Федерации, который сейчас запрещает нам оборот денежных суррогатов. А вы спросите, какая ответственность? Я вам тихо прошепчу, никакой, пока. Почему так? Потому что забыли в КОАПе и забыли в Уголовном кодексе прописать эту штуку. Пока забыли. Но вы сами знаете, что между первым и третьим чтением иногда проходит всего лишь несколько дней. Поэтому внести законопроект в КОАП о административной ответственности за оборот денежных суррогатов не очень-то и сложно. С огромными штрафами. И сами понимаете, что для юриков это может быть печальным концом. Для физиков это может быть тоже обернуться хорошими огромными штрафами. Пока этой истории нет. Но в любом случае, сейчас уже, когда прокуратура начинает вдруг неожиданно закрывать сайты, а иным образом, как люди считают, умалять их права конституционные, давайте вспоминать, что генпрокуратура обязана соблюдать законность. И даже если нет за что-то ответственности, генпрокуратура обязана реагировать на факт нарушения закона. Он здесь есть. Вы что-то покупаете за криптовалюту. Не проще ли просто сказать, что вы обмениваете на криптовалюту? Бартер? Почему нет? Бартер? Без проблем. Вы в России можете купить что-то за доллары? Вы можете проехаться в такси за доллары? Нет. Почему? И как-то нас это не сильно смущает. Мы понимаем, что есть валютное регулирование, и это делать нельзя. Правильно? Но мешает ли нам это иметь с вами доллары? Покупать доллары, когда мы едем за границу? Записывать какую-то историю, что сумма будет передана в рублях, эквивалентных долларам США. Можем записывать? Можем. Но только не доллары мы записываем в договор, а пишем сумма эквивалентная. Есть такое дело. И не покупаем за них ничего. Мы не можем заплатить таксисту деньги в евро или доллары. Но почему-то мы считаем, что мы должны ему попытаться засунуть флешку с 0,1 биткоина. Но нельзя это делать. И здесь это тоже нельзя делать. Вот это мы будем параллели с вами очень часто проводить, связанное с криптовалютой и с валютой. Иностранной валютой. Это первый момент. Что мы еще можем делать с криптовалютой сейчас? Мы можем ее покупать. Мы накапливаем, ее покупаем. Когда мы приходим в обменный пункт, что мы делаем с долларами? Мы их покупаем. Что мы делаем, когда мы их приносим обратно, хотим рублей? Мы их продаем. Это товар. И поэтому право было Ольга Николаевна, когда говорила, что рассматривая эту проблему, мы сейчас пытаемся основное внимание уделить именно оценке биткоинов как цифрового товара. Это вот тоже важный момент, который вы тоже должны для себя видеть. Производить их мы пока можем. Потому что фактически мы не производим их, а мы производим некие мощности, за которые получаем некое вознаграждение. Поэтому с обменом криптовалют проблема вот какая. Некоторые люди играют на курсах. И на самом деле, если у вас есть действительно классный талант, и вы чувствуете, в какой момент какая крипта, где, как себя поведет, вам туда, в этот рынок. Другое дело, что этот рынок, как бы мы сейчас ни крутили, ни вертели, он все-таки не в российской юрисдикции. У нас есть попытки создать фонды в российской юрисдикции, связанные с обменом криптовалют. Сразу говорю, сейчас с точки зрения гражданского права возражений, в принципе, серьезных быть не может, если все правильно и красиво сделать. Но есть проблемы другого плана хранительного. У нас есть рекомендации ФАТФ, у нас есть, соответственно, антиотмывочное российское законодательство. У нас есть некоторые требования, которые, к сожалению, на этих площадках не соблюдаются. Я не буду сейчас вам говорить об обналичке в Костроме. Уже просто сегодня, даже уже на радио у нас эта история была. Не говорим на эту тему, почему. Потому что мы не знаем фактуры дела. Вот когда мы узнаем с вами, что реально там была проблема именно в этом. Мне, так знаете, долгий опыт общения с правоохранительными органами все-таки меня убеждает в том, что мы знаем с вами 10% информации. И, скорее всего, это было связано не с криптовалютой, а с реальным фиатом, который я этими товарищами обналичивался. Но просто мы с вами пока еще не совсем владеем информацией. Поэтому давайте Кострому не трогать, потому что у меня такое ощущение, что очень многие информационные поводы, которые сейчас даются, они создаются для того, чтобы просто проверить нас на прочность. и просто понять, насколько ситуация сейчас развивается. Вот, например, как можно понять, насколько Россия реагирует на крипторынок? Вот скажите мне. Я ни в коем случае сейчас не говорю, что это на самом деле так. Вот я бы что сделала, пытаясь узнать, как криминолог, пытаясь узнать, как в России все заражены криптой, насколько болезнь серьезная. Я хочу померить температуру по стране. Что я делаю? Да, не социальные сети, это ахлократия. Я вывожу эту вещь, я вывожу какой-нибудь скан или какую-нибудь вообще просто информацию очень резкую, я вывожу ее в СМИ. Что я вижу? Я вижу обратный хайп. Я вижу реакцию сразу. У меня сразу активность в соцсетях возрастает. Я это совершенно спокойно фиксирую. Я совершенно спокойно сфиксирую колебания рынка SEO. Легко прослеживаю. Считается так. Рынок крипты реагирует на любые информационные влияния, вливания активно, очень активно. Первые пять часов и до трех суток они реагируют на эту вещь прям заметно. Потом активность полностью сходит на нет. Это тоже уже отмеченные особенности. Вот я просто вливаю эту информацию, смотрю. В течение трех часов, если это не рабочие дни, то есть не пик дня, а к вечеру, я эту активность вижу вообще очень остро. После этого начинает эта вещь сходить, сходить, сходить. Но я уже вижу, насколько для России эта проблема серьезна. Мы на самом деле хорошо отреагировали на слова Моисеева. Хорошо имеется в виду, показали, что в России эта проблема реально есть. Россия, кстати, очень хорошо отреагировала, в кавычках, отреагировала на запрет ОСЕО в Китае. Но китайцы еще лучше отреагировали на это, потому что за один день рынок инвестиций резко изменился. Все китайцы пошли на европейский рынок. Это на самом деле тоже для нас не очень хорошо, потому что сейчас европейский рынок испугается огромную большинство китайцев. Естественно, на это можно тоже очень сдержанно отреагировать. Сдержанно имеется в учреждении через законодательные истории. Но, тем не менее, с обменом крипты здесь можно действительно поиграться. Некоторые говорят, вот если вы действительно чувствуете в себе какой-то такой интересный драйв, и в принципе вы имеете право создать в ней мультивалютный кошелек, и на этом мультивалютном кошельке побежим играться, давайте посмотрим, какие есть здесь риски. Реально риски правовые. То есть для меня это принципиальный момент. Первая вещь очень важная, это, собственно, анонимность вашего кошелька. Я ни в коем случае сейчас не говорю о том, что вас биржа надует. Биржи, серьезные биржи, они с этим заниматься не будут. Но ваша идентификация на этой бирже, как и ваш кошелек, это вещь весьма-весьма-весьма сомнительная. В том смысле, что и технически вас можно взломать, и просто завтра прикрыть работу биржи, как это было с БТСЕ, ваши деньги останутся там, и вы будете долго думать, каким образом вы оттуда их заберете. То есть, несмотря на общее воодушевление относительно электронных кошельков в БТСЕ, пока еще деньги никому не вернули. С Ятом там вообще страшная история, и вряд ли это когда-то будет, люди получат обратно. Учитывая, что США уже имеет практику, это силкроу, силкроу 2.0, эволюшн, они никогда не отдавали то, что брали. И я думаю, что исключения для БТСЕ сделано не будет. Дело в том, что США, очень интересная страна в этой части, они продумали великолепную, шикарнейшую модель относительно изъятия денег, которые якобы являются черными в результате коррупции и легализации преступных доходов. Вот они такие деньги забирают и замораживают. Либо просят выплатить огромные штрафы. Если государство штраф не может оплатить, до свидания. Вот мы сейчас в ООН, я была в ООН в августе этого года, и мы очень долго спорили относительно идей возврата активов. Россия предложила новую модель возврата активов, и она была, скажем так, не блокирована, она была не поддержана явно, открыто. Был выражен протест США относительно этой идеи. Опять было такое столкновение своеобразное. Идея заключается в том, что деньги они не хотят отдавать никому. И эти деньги, вот поймите мое слово, я буду просто безумно счастлива, если эти деньги будут возвращены. Но мне кажется, что этого не будет. Вы видели, что некоторые биржи пошли по другому пути. Они теперь, ссылаясь на санкции, напишут запрещать некоторым товарищам из России и открывают там счета. А те, которые счета у них там открыты, криптокошельки, они их просто совершенно спокойно замораживают и до свидания. И когда пишут админам, господа, да, верните мне деньги, админы им отвечают, извините, мы этого пока сделать не можем, у нас идут технические работы, еще иная история. Вот это, вы это должны понимать. Ни в коем случае, я сейчас не говорю, ребята, это плохо, не идите. Идите, это ваши риски. Но вы эти риски должны понимать, чтобы не были, потом не били себя по голове, не говорили, господи, да что же я, да кто же мне ничего об этом-то не сказал, народ. А теперь задним числом все умные мне об этом говорить. Вот вот сейчас мы об этом вам говорим. Кошельки можно не вернуть. Если случится что-то с биржей, или биржа придумает новый протокол взаимоотношений со своими клиентами. Это одна история. Вторая история, вы должны тоже понимать, что когда вы покупаете, вы продаете биткоины, покупаете эфиры, чувствуя, что сейчас Виталий, кажется, что-то классное сделает, и вы, и резко поднимется эфир, а он сейчас пытается там что-то сделать, и в Казани долго об этом рассказывал. Вот, вы понимать должны, что играясь на бирже, вы конкретно из кошелька в кошелек деньги не перекидываете. И сама биржа ведет некий реестр, книгу такую, да, учета записей. А когда уже из нее выходите, она под эти записи начинает уже вам кошелечек формировать. Тот, который вы фактически потом обналичиваете. Проблема E, это вот тоже очень важно, и тоже здесь могут быть некоторые злоупотребления, которые вы для себя тоже должны в этой части видеть. По обналу здесь тоже проблема. Вообще обнал, или вот этот самый мостик между криптой и фиатом, это острейшая проблема всех государств. Острейшая. Мы можем сейчас представить, как мы можем ввести нал в крипту, но на самом деле иногда очень сложно вывести обратно. Здесь этот момент вы должны тоже, изучая сервисы, которые есть около биржевые, вы должны видеть, где у вас такая возможность появляется. Если вы таких возможностей не видите, на самом деле вам стоит задуматься, может быть, поискать другую площадку, где вы это можете сделать. Следующий очень важный компонент, это то, как может в этой части, конечно, хотя это трейдовая, я думаю, вам сегодня уже побольше об этом расскажут, это тема, связанная с тем, в какие валюты вкладывать. Если вы внимательно посмотрите на картину, помните, был такой биткоин, обрушение биткоина, и все валюты, которые так или иначе очень похожи по системе администрирования, по маркетингу, по какой-то еще истории на битки, они также летели, летели в крах. Сейчас, если посмотрите на рост биткоина, и увидите, что такая же динамика характерна для таких так называемых валют-близнецов. И хоть они имеют иногда маленькую очень капитализацию, здесь возникает иногда вопрос, дооценены ли они. На что надо обращать внимание, когда вы будете для себя оценивать криптовалюту? Ну, во-первых, на собственное чутье, если оно вас не обманывает. А второй очень важный момент на технологическую составляющую. Проблема многих, и, наконец, объясню вам, и, наконец, маркетинговую штуку. Технологическая составляющая выражена в том, на каком блокчейне эта крипта существует и на какой системе администрирования. Здесь вы должны все смотреть, к чему больше предпочтения. Может быть, сейчас государственные органы задумываются о том, что, например, Proof of Work – это не очень хорошая модель, и тогда биткоины завтра полетят по первому же заявлению какого-нибудь органа о том, что они категорически не хотят эту модель рассматривать. А если вы видите, например, Proof of Stake, есть модели, связанные с этой историей, хорошие, например, внедрение сервисного блокчейна и прочее, думайте о том, что это валюты, сейчас титры этой валюты биржевые, очень сильно могут подрасти. Вот это первый момент, на который вы должны обращать внимание. Хотя есть у нас некоторые недооцененные валюты, которые имеют под собой прекрасные, я не буду вам их называть, прекрасные и блокчейны, и прекрасную систему администрирования, но у них есть отвратительный маркетинг. И в результате этого отвратительного маркетинга валюты просто стоят. Хотя, да, им хороший маркетинг, завтра эта валюта может быть третий, например, я вот одну знаю точно, может быть третий в этом рейтинге. Есть так называемый сейчас биткоин-евангелисты. Это люди, которые полностью себя связывают с биткоином и другой ипостаси для себя не видят. На что эти люди делают акцент? Они делают акцент на то, что, а, эта валюта востребована, б, у него нет товарища, как подобный Виталию Купатерину, на котором можно сказать, да, это босс, большой брат, который это создал. А у крипты этого, у биткоина, простите, этого нет. Накамото никто в глаза не видел, и вряд ли это вообще был один человек. В переводе, да, с японского, Накамото, это, кажется, мудрость. Вот, поэтому здесь история, на самом деле, умалчивается, что это за субъект. Тем более, я бы не называла гражданином Японии, как иногда это делают. Вот, но здесь нет, здесь некий обезличенный блокчейн, и это тоже многих людей очень сильно обнадеживает. Здесь вам сделать вывод, какой из вариантов вам интересен. Вот, но на это все надо, несомненно, обращать внимание. И, наконец, следующий момент, очень важный, это на правовую составляющую, так уж мы, даже финансово правовую, так уж получилось, что если мы возьмем с вами первых пять криптовалют, из остальных три тысячи, то получается, что на все три тысячи приходится такая же капитализация, как на первые пять. Почему так? Ну, наверное, что под этим тоже есть основания. Во многом из-за того, что этот рынок реагирует только на одну вещь. Он реагирует на информацию. Вот если у нас было, и вы знаете, это говорит о том, что мы пришли с вами в новую эпоху, о которой Ленин еще не знал, когда писал свои труды. Он говорил, что после века индустриализации придет век постиндустриализации, когда в основе всего будут услуги. И мы думали, что да, вот это мы достигнем, и все. И на этой истории все закончится. Но сейчас мы с вами на крипте переживаем новую эпоху, в которой марксизм и ленинизм промолчал, и классическая экономика тоже. Этот период называется информационное общество. Вот сейчас нам уже и услуги неинтересны. Нам интересна информация. Вот информация нас всех кормит и поет. Что такое крипта? Это та же самая информация. Это 14-значный код, который ничего, кроме информации, цифровой не содержит. Мы этой информации доверяем, мы за нее платим почти 5 тысяч долларов и чувствуем при этом себя абсолютно счастливыми, когда эта информация дорастает до 6 тысяч долларов. Поэтому мы здесь должны прежде всего обращать внимание на информационную составляющую. Тогда обмен криптовалюты будет на самом деле для вас очень прибылен, чрезвычайно прибылен. По майнингу, возвращаясь, наверное, к этой теме, наверное, неспроста Китай сейчас генерирует огромное количество крипты, потому что, и главное, это в основном эфир и биткоин, потому что считает для себя правильным именно эту валюту. Но пока Китай генерирует ее, она будет востребована. Я не хочу сейчас вам говорить, будет ли она расти, потому что я не могу давать вам прогнозы. Я не хочу брать на себя такую ответственность. Я скажу вам только так. Выявлена некая закономерность. Закономерность это связана с тем, что по мере легализации криптовалюты в мире вырастает цена криптовалюты. Даже на самый маленький пчих законодателя, который положительный пчих, криптовалюта, особенно биткоин, реагирует 5% прирост. Япония дала нам тот биткоин, который мы видим сейчас. 1 апреля пришла информация о легализации криптовалют, и тут же мы наблюдали с вами через некоторое небольшое отставание, такой лаг в статистике, мы обладали, увидели с вами рост. Сейчас законодатель задумался над этой проблемой. И как только сейчас какая-то страна примет решение, и вы о нем услышите, что они будут легализовать криптовалюту или делать какую-то другую систему, я бы на вашем месте бежала к компьютеру и покупала бы криптовалюту. Особенно так называемую индексную, потому что ее прирост на биржах будет очень серьезен, ну, заметен, скажем так, не настолько серьезен, насколько заметен. И это будет говорить о том, что да. Но с другой стороны, если она будет зарежимлена, если будет запрет, то здесь, конечно же, панические настроения могут быть катастрофическими для нее. Прирост может составить 5-10%, а вот падение может составить до более 100%. То есть она может упасть, в смысле, в два раза, может совершенно спокойно упасть за один день. В этом мы это все должны понимать. Колебания рынка здесь очень острые, особенно в направлении снижения. Хотя потом, конечно, выравниваются. Некоторые, наоборот, на снижение валюты покупают. Как бы там ни было, биткоин каждый раз, даже при снижении, бил предыдущие рекорды. Это тоже вы все прекрасно знаете. Вот, пожалуй, здесь с правом, с курсом и правом можно связать, наверное, только так. Будет право, будет высокий курс. И последний момент с этим связан, это, конечно же, проблема, так называемой, ограниченной эмиссии. Техническая ограниченность эмиссии. Уже об этом сейчас Денис сказал. Вы, наверное, слышали оценки у Эссер. Согласно им, цена биткоина может составить 500 тысяч долларов. Наверное, вы это слышали. Но я полагаю, что если это произойдет, то в тот момент, когда эмиссия биткоина будет подходить к концу. В этот момент это будет действительно, это будет ваза Екатерины Второй с точки зрения ее редкости, важности и так называемой востребности. Что у нас всегда, что всегда везде, во всем мире является критерием экономической, критерием цены. Три вещи. Первая вещь какая? Спрос. Совершенно верно. Первый спрос. Вторая? Редкость. И третье. Вложенный человеком в труд. Вот эти три составляющих всегда формируют цены. Применительно к крипте это будет редкость. Редкость на фоне информации. Я вам хочу сказать, это будет действительно золотая жила. Но нам ждать до этого, если верить нынешним данным, еще 120 лет. Вряд ли мы с вами доживем, даже с современной медициной, особенно российской. Но мы можем, но эти сроки все время сдвигаются. Сдвигаются, возможно, на самом деле, если Китай так же активно будет этим заниматься и будет так же работать, как и сейчас, 24 на 7 в режиме, то этот день может быть приближен и очень быстро. Но на это тоже надо внимание обращать. Следующий момент, это, наверное, давайте все-таки с ССО, потому что для всех эта тема интересна. Китай ввел сейчас запрет ССО. Начнем сразу с плохого, да? Что это значит? Это значит, что страна, которой переизбыток крипты на сегодняшний день... Тоже история. Сначала, кстати, вот для законодательства подскажет. Поверните налево, а затем поверните направо. Вот Китай пошел именно по этому пути. Сначала повернул налево. На самом деле, это очень страшная вещь. Это, если позвольте такое жутчайшее сравнение, вот, это мужчина с огромным количеством тестостерона, которому 25 лет, вдруг неожиданно решил идти в монастырь. Вот это та же ситуация, что у него будет твориться в голове. Особенно по весне. Вот сейчас в Китае такая же история. Вот у него тестостерон, а именно крипта, у него из ушей уже валит. Но куда-то ее, помимо того, что они сгенерировали ее, они не могут ее вообще никуда деть. Потому что сейчас Национальный банк ему сказал, ребята, остановились. Потому что что происходит в этой части? Вот поймите, почему всегда Китай боится этой истории. Он уже боялся крипту в свое время, именно как валюту. Китай понимает, что... Давайте начнем с того, почему Китай вообще разрешил эту историю. У Китая было очень много всевозможных товаров. Китай производил их, производил, производил. А потом понял, что товаров, кажется, становится больше, чем спрос. Точнее, товаров, может, больше не стало, спрос начинает падать, цена падает. А это неинтересно. И тут появляется интересная штука, которая называется криптовалюта, за которую, оказывается, их товары можно покупать. А коль можно их товары покупать, то у нас получается так, что спрос на товары по-прежнему остается, потому что есть некая кем-то созданная валюта, купленная где-то по дешевке в свое время. И теперь за нее, оказывается, можно купить маечки, кофточки, редкоземельные металлы и прочее. И поэтому первые биржи в Китае, они были, так называемые, зажмуливания китайской биржи, они рассматривались как некий рынок черкизова. Вот я называю китайский рынок криптовалюты, это черкизовский рынок. Это товарный рынок, на котором есть товары, есть купцы, которые это покупают, но за крипту. Эта история очень хорошо себя показывала, потому что был еще другой рынок, биржевой настоящий, где есть белые воротнички, трейдеры, брокеры, и там крипта продавалась, но это США. И вот весь мир разделялся на две категории. Те, кто с клетчатыми сумками, и с криптоиноманиной, и которым неинтересны трейдеры, они уходят в Китай. Те, кому интересно играть на бирже, заниматься трейдерством, они уходили в США. Все комфортно, хорошо себя чувствовали. Но когда в США начались первые представления, а эти представления еще до сека, устроили суды США, потому что они в какой-то момент приняли решение, что крипта, которая у них была в комодите, вдруг стала восприниматься, как реальные деньги. И они стали возбуждать уголовные дела по легализации преступных доходов. Мир обомлел. Мир не знал, как реагировать. На первые судебные решения очень много людей покинули американский рынок, ушли в Китай. Вот тут Китай запаниковал. Китай тогда, увидев, что люди новые пришли, к которым он не мог себя уже соотнести, Китай сделал предупреждение Национального банка, было вынесено предупреждение, простите, в котором говорилось, что не очень желательно крипто, крипто это вся история в Китае. Обрушение валюты было. Было довольно заметно. Это был, получается, конец 2016 года. И вот у нас, получается, 17-й год. Японское законодательство пришло в ответ на то, что просто мир не знал, куда бежать. Они скитались где-то между Китаем, китайскими биржами и американскими биржами, не понимая, куда себя можно вообще пристроить. В этот момент Япония предложила собственную модель. Все с воодушевлением мы приняли, но через два месяца разочаровались в ней страшно. Потому что фактически то, что предложила Япония, это хорошая нормальная модель бытового использования крипты в условиях государства с архаичной банковской системой. Люди, которые пришли с внешними деньгами, здесь устроиться не смогли. И сейчас многие, вот спросите людей, которые занимаются этим рынком, у них скажут, да, у нас такое ощущение, что в Японии, да, есть крипта, но они находятся под таком стеклянным колпаком, мы стучимся в это стекло и не можем достучаться. Вот на самом деле так и получается. Стеклянный колпак Японии, он реально над всеми висит. Но, по крайней мере, для нас это опыт того, что есть страна в мире, которая ввела крипту и при этом не разорилась. И это хороший опыт, которому постоянно апеллируют. Вот теперь мы видим другую совершенно картину. Есть ICO. Есть ICO как новая реальность. Новая реальность, которая неожиданно, вопреки всем прогнозам всех нормальных экономистов, она получила капитализацию, которая стала превышать капитализацию криптовалют. Появилась новая реальность. Когда люди, которые имели крипту, вдруг неожиданно увидели хороший реальный вариант не просто вывести это в фиат, а еще сделать на это деньги. И вот эти товарищи вдруг неожиданно стали оккупировать рынок. Но у Китая теперь возникла другая очень важная проблема. Теперь Китай понял, что ту крипту, которую он в свое время допустил для того, чтобы продавать товар, ему хотят в нос, что называется, всучить, а за обмен вывести реальную экономику. Потому что на ICO поднимаются не только проекты, связанные с сервисами криптишными, а поднимаются проекты в реальной экономике. И они понимают, что они сейчас возьмут какую-то мифическую валюту, а в результате должны отдать реальную энергетику, в результате должны отдать реальные редкоземельные металлы, которыми они богаты, реальные маечки, кроссовочки и прочую всякую историю. Их этот вариант не устраивает. И поэтому, когда сейчас вдруг Китай так вот повел себя, мы должны понимать, что повел он себя не потому, что вдруг он считает, что это высокорисковый инструмент, а чисто из экономических соображений. Нас на самом деле эта ситуация ничуть не удивила и ни в коем случае не вела в панику. Мы по-прежнему будем разрабатывать эту проблему, связанную с криптовалютой ICO. Но экономические контексты отдельных стран мы с вами должны учитывать. И не кричать сразу в панике, боже мой, я никогда не вступлю в ICO, потому что ICO Китай запретила, это же страшная вещь. Никакая она не страшная, и более того, последние запреты, связанные с Канадой, с Сингапуром и с США, в обратной последовательности, от самого свежего до самого несвежего, говорить нам о том, что ICO стали восприниматься государственными органами как реальная экономика, реальная экономика, от которой требуют регулирования. Это на самом деле для нас хороший шаг. Но теперь, когда мы с вами соберемся заниматься ICO, мы должны учитывать несколько вещей, без которых мы с вами просто не уедем никуда. И сейчас в рамках рабочей группы Госдумы эта проблема будет реально обсуждена. Мы уже, все ведомства думают над тем, что они вообще думают об ICO. Мы действительно будем проблемку решать, но некоторые есть очевидные вещи, которых сейчас законодательств нет, и они должны там появиться. Первая вещь – это, собственно, правовой статус ICO. Что это такое? Что это за Initial Coined Affairing? Что это? Что мы с этим будем делать? Как это соотносится с современным правом? Первая история. Вторая. Что такое смарт-контракт, который лежит в основе ICO проекта? На самом деле, в праве, в нашем, нет понятия смарт-контракта. У нас есть обычный договор, который подписывается сторонами. Смарт-контракт, он нелегитимен сам по себе, сейчас нелегитимен, если он не подкреплен бумажным документом. Вторая, третья вещь, которая в этой части есть. На каком основании, в каких объемах и как должно осуществляться удовлетворение обязательств участников ICO? Четвертый компонент. Каков правовой статус участников ICO? Например, уже говорили инвесторы. Кто такие эти инвесторы? Сейчас их принято назвать хомячками. Знаете, это известная фраза о хомячках. На самом деле, хомячки, которых можно хорошо или легко поедать. Они дрожат в нужный момент, реагируют на смешную информацию и весьма управляем, потому что бегут всегда в одну сторону. Здесь, конечно, на самом деле, проблема есть. Сейчас пока у них правового статуса нет, соответственно, нет правового статуса, нет правовой гарантии. Никаких в правовом поле России и других стран. Следующий компонент очень важный. Что такое, кто такие лица, которые пишут вайтпеппер? Что такое сама по себе бумажка вайтпеппер? Каким образом мы еще можем эти риски минимизировать? Можем сейчас сказать, давайте уйдем от ОСЕО, в принципе, на что все делают намек, и придем к IPO. Знаете, что такое IPO? Это биржевая торговля акциями. Для того, чтобы компания пришла на IPO, она должна быть, во-первых, большой, потому что у малых компаний нет таких огромных денег, для того, чтобы подготовить свою документацию. Во-вторых, она реально должна соблюсти все правила, этих правил безумное количество. На любой проект IPO работают огромные команды экономистов, финансистов с одной стороны и юристов с другой. Стоит эта история очень дорого. Суммы называются разные, но в среднем от 500 и выше тысяч долларов стоит только сопровождение этой истории. Но мы должны понимать, что компания будет большая. Какая-нибудь компания «Молочко» из-под Екатеринбурга, она не сможет на IPO себя качественно зарекомендовать. Поэтому это, конечно, не для нас. Но когда есть стартап, есть интересный проект, есть деньги небольшие на развитие этого проекта, почему бы нет? Почему бы у людей эти деньги не взять, а потом им что-то возвратить? И вот тут следующий важный компонент, что вы возвращаете. Вот на это надо всегда обращать внимание. Я думаю, сегодня вам очень много расскажут спикеры. относительно того, какие классные проекты SEO есть. И в этой части обращайте внимание, когда вы будете знакомиться не с этими даже проектами, но с другими, да и с этими. Обращайте внимание на то, что вам предлагается в части, например, правового статуса токенов. Каков их правовой статус? Обратите на это внимание. Посчитайте внимательно white paper в части, скажем так, юридического рассмотрения тех или иных вопросов. Вот если вы не выходите в white paper, юридическую составляющую, задумайтесь, насколько на самом деле этот проект для вас интересен и важен. Не доверяйте проектам, которые предлагают вам огромнейшие проценты сразу же и сейчас. Только за то, что сейчас вы дадите на это деньги. Если такое бывает, давайте вспомним известнейшие проекты, хорошо закончившиеся, например, возьмем эфир, да, эфириум, как тоже осёжный проект, который сейчас делал своих первых инвесторов просто миллионерами. Но таких проекты, никто не отрицает, что сейчас такие проекты есть. Есть великолепные, шикарные проекты, которые реально могут делать вас богатыми. Но смотрите на то, каков статус токенов. Еще обратите внимание, возьмите такую интересную закономерность, возьмите статистику и посмотрите, сколько стоит токен на начале, на так называемой стадии при-АСЕО, АСЕО и пост-АСЕО. И вы видите интересную вещь. На стадии при-АСЕО проекты вообще дают очень хорошие показатели. Здесь, конечно, полезно брать, если вы чувствуете, что это ваше. На стадии АСЕО цена уже такая более-менее сбалансирована экономически. И, наконец, потом, когда вы выводите этот токен на биржу, обратите внимание, что если проект хайповый, на бирже цена его очень резко возрастает. Но через не энное количество времени эта цена начинает резко снижаться. И снижается иногда так, что она становится ниже номинала. Посмотрите близкие проекты, посмотрите на их динамику. Если вас динамика близких по содержанию проектов устраивает, смело давайте в это деньги. Следующий, адвайзинг. История с историей. С адвайзингом тоже у нас проблема хотя бы в том, что те, кто адвайзеры проекта, никакого отношения к проекту могут и не иметь. Они дают согласие на свою фотку, они дают согласие на то, что они этим проектам знакомы. Но если вы к ним придете, протянете руку и скажете, товарищ, а теперь помоги, потому что у меня, кажется, проблема с вашим АСЕО, он имеет право, не нарушая КОАП, послать вас куда подальше. То есть не используя ненормативную лексику. А в остальном, без проблем, они сделать это могут. Потому что никакого отношения, еще раз говорю, к фонду, к проекту они не имеют. Следующий очень важный компонент, это вот, вот тут у нас тоже есть фонд, доверительное управление. Вот я сейчас не о доверителе управления, мне просто слово фонды нравится, они примитивны к этому контексту, а именно к АСЕО. Очень многие люди заморачиваются на проблему именно АСЕО в какой-нибудь интересной, как им кажется, юрисдикции. Я уже устала говорить, что я не люблю сингапурскую юрисдикцию по многим причинам. Скажу сейчас об этом. Вот, например, какой-то фонд в Сингапуре предлагает вам получить токены. Эти токены дадут вам возможность в Москве получить деньги от какого-нибудь, ну давайте условно, алмазного завода. Алмазы новые нашли в Якутии, выстраивают для этого новые цеха, для того, чтобы получать их и первично обрабатывать. И вам предлагается за это огромный процент. На что вы должны обратить внимание? И вам предлагают, говорят, вот токен, это как акция завода, и ты будешь получать этот дивиденд. Господа, если завод есть, и это акционерное общество, у нас есть закон об акционерных обществах, у нас в конце концов есть закон об гражданский кодекс Российской Федерации, и все, что касается акций, это настолько четко выверено уже в законе за 30 лет, за 100 лет существования вообще института акционерных обществ, что это было бы странно обжидать, что вы будете акционерами завода в России, когда вас даже никто не знает, как вас зовут. Но ведь мы понимаем же сейчас, что это не так. Тогда присматривайтесь внимательнее, за что у вас хотят деньги? Вам говорят, мы хотим у вас деньги, потому что у нас есть некий сингапурский фонд, потому что в России крипту не берут. Мы туда заводим вашу крипту, в результате вы получаете некий токен. Этот токен вы можете кому-то отдать, вы можете его на бирже продать и прочее. Куда деваются ваши деньги, которые вы вводите в этот фонд? Они, скорее всего, конвертируются и в фиате уходят на развитие этого завода. А вот тут вопрос, если все по чесноку, что называется, по-честному, они уходят на развитие завода. Теперь вопрос, в каком статусе они туда уходят? Договор займа. Отлично. По договору займа между физиком и Юриком история одна, по договору инвестирования, которое в данной ситуации было бы правильнее между Юриком и Юриком история другая. Но на самом деле, какая бы ни была история между ними, хотя и налоговая весьма сложная, и с точки зрения процентного соотношения, деньги, которые будут даже получены в результате вот этого вот долгового обязательства, мы, скажем, его шире, в результате долгового обязательства получите не вы, получит фонд, который, как правило, на самом деле, их не по долговому обязательству туда отправляет, а в форме так называемой помощи, для развития предприятия, потому что так намного проще с налогами. И вам объясняют, у нас так проще с налогами, поэтому, господа, давайте сделаем так, простите меня, пожалуйста, а это называется безвозмездно, то есть даром. И тут вопрос тогда, а что вообще вы можете получить в этой ситуации? А если эту историю еще называют, вам обещают большой процент, и называют эту историю краудфандингом, то сразу можно идти и закапываться. Потому что на самом деле краудфандинг это пожертвование, и ничего вы в данной ситуации, никакие проценты, не можете с пожертвования ждать от человека. С другой стороны, вы должны понимать, сейчас рынок перегрет мошенниками, мошенниками и скамом, которые возникли не сейчас. Вот сейчас многие проекты уже боятся быть скамами, вот которые сейчас возникают. Но много запущено уже проектов реально, реально, совершенно безумных. Порой я читала white paper, и у меня просто волосы на голове шевелились, как люди могут на это деньги давать. То ли они просто прикалываются, то ли на самом деле у них были какие-то заоблачные идеи на этот счет. Вот. Здесь получалась такая история, люди ждали больших денег. Они не читали, о чем там проект, а читали именно о том, что они получат процент. Сейчас эти люди ничего не получают. к 2018 году эти люди уже поймут, что пришло время требовать. Они начнут требовать, и им красивый большой кукиш выкрутят. И в этой ситуации начнется паника. Начнется паника на рынке. Эта паника может привести к чему угодно, к обрушению ICO, она может привести к обрушению крипты, она может привести к обрушению смарт-контрактов, ко всей истории. Я говорю, как потенциальная возможность есть, но на этом моменте выживут самые сильные, самые настоящие проекты. Сейчас уже, еще раз вам говорю, пошли хорошие. Поэтому, кстати, мы сейчас запустили свою идею, которая называется русское ICO, потому что мы видим, что сейчас в России намного лучше делать ICO, чем за рубежом. Но это не ICO как таковое. Это не ICO, вот это хайповая история. Это хорошие хорошие модели привлечения денег с использованием токенов. И есть такие модели, и наше право позволяет это делать. Но мы, по крайней мере, а, граждане Российской Федерации, б, у нас, в принципе, очень лояльная налоговая система по сравнению с другими странами, и в, мы на самом деле видим хоть какие-то гарантии этой истории. Некоторые боятся, ой, запустимся в Россию, что же будет с иностранцами? Знаете, как иностранцы идут на русские проекты? Вы себя не представляете. Иностранцы сейчас, особенно китайцы, они вообще не знают, куда с деньгами идти. И в Россию идут очень легко, и даже, я вам хочу сказать, прекрасно, я сейчас прослеживаю один СО в режиме просто, поскольку делаем не правовое заключение, в режиме просто нон-стопа, каждую секунду приходит новая информация. Я просто от цифр с ума схожу от того, что я там вижу. И это иностранцы, которые вводят в это деньги. Поэтому здесь, на самом деле, многие проекты можно реально поднимать. Люди боятся, люди не боятся общаться с русскими, потому что понимают, что русские так зарегулированы, что если они что-то реально делают, то по крайней мере какие-то риски они минимизируют. Есть эта история, мы тоже должны ее понимать. Но, когда сейчас мы занимаемся, вот стали, объявили о том, что будем делать правовые заключения, вы не представляете, сколько людей обращаются за правовыми заключениями. Людям интересны правовые заключения. Они хотят, чтобы об их проекте сказали, что он хороший, если он хороший. Если он плохой, просто чтобы ничего не сказали. Но люди хотят видеть на своих вайтфейперах, на своих бумажках официальное заключение правовое, экономическое и, собственно, технологическое. И это очень хороший знак. Вот если вы увидели эту историю на проекте, считайте, что уже есть шанс подумать относительно того, чтобы вложить в него деньги. Так же, как есть такой шанс подумать, если вы видите X-Scroll. И X-Scroll тоже идея. То есть есть там некий товарищ или юридическое лицо, которое этим занимается. Скажу вам даже больше. Многие банки, большие банки, серьезные, начинают задумываться о том, чтобы создавать дочки, которые будут заниматься X-Scroll. Например, деньги будут аккумулироваться не на счетах некого физика, который у вас отберет и зовут его там мистер Смит условно. Вот. И то вы даже не знаете, как его зовут, потому что вы просто перечисляете деньги на этот кошелек. А потом с этого кошелька деньги по трём ключам, например, уходят. Один из ключей X-Scroll. Соответственно, он его подтверждает, именно поток денег, именно в эту часть. Как деньги выстрелят? Дело десятое. Но для нас главное, что эти деньги уже фактически мы можем хотя бы проконтролировать, что они были направлены в правильном направлении. Вот, пожалуй, это вещь. Ну и, наконец, очень важно в этой связи, конечно же, это что у нас там еще? Инвестиции. С инвестициями история тоже весьма-весьма интересная, но мы уже частично сейчас уже об этом говорили. С инвестиционной историей на самом деле я сейчас бы вам рекомендовала, если вы этой темой действительно увлекаетесь, начинать обращаться к профессиональным участникам рынка. Много сейчас очень интересных компаний, которые занимаются инвестиционной деятельностью. и они рискуют своей репутацией. Они понимают скамовость проектов очень многих и много раз перестраховываются. Поэтому и у вас сейчас, кстати, такие идеи формируются. Здесь бы было очень интересно, чтобы в этом направлении люди все-таки двигались. И еще одна важная вещь, на которую, кстати, обратил внимание Китай в той бумажке, в которой запрещал ОСИО в ближайшее время. Он, собственно, и не запретил. Он написал ОСИО в том качестве, в котором сейчас распространено, в Китае запрещено. Почему? Потому что у них не запрещены инвестиции со стороны физиков. Первая история. Вторая. У них нет статуса криптовалют. Вот я, например, хочу сейчас инвестировать куда-то. Могу я сейчас с молодыми людьми подписать инвестиционный договор? Нет. Можно в нашем российском правовом поле быть инвестором как физиком. Какой договор я могу сейчас подписать, товарищи? Совершенно верно. Договор займа. Я заподписываю договор займа. А теперь вопрос. По договору займа существенным условием что является? Деньги и срок. Предмет и срок. Предмет и срок. Что я пишу в предмете? Я людям занимаю крипту. Что такое крипто? Ничего. В нашем правовом поле это ничего. У вас украли что-то? У вас ничего не украли. Хотя это ваше ничего стоят 10 тысяч долларов. На самом деле для закона это ничего. Я что занимаю? Ничего. Получается, что у меня согласно с действующим гражданским законодательством? Ничтожный договор. У Китая примерно такая же система законодательства. И в этой связи вы просто понимаете почему они так сказали. Что в результате можно сделать? И в Китае я думаю сегодня-завтра уже пойдет информация о том, что можно оказывается в Китае делать ICO. Но только осторожно. Где если вы берете крипту? Вы не берете крипту. Вы берете что-то другое. Здесь надо либо конвертировать сразу и приводить это в фиат. Либо давать к статусу криптовалюты какой-то другой статус. Это тоже делается. И в российском правовом поле это тоже делается. Поэтому почему ты сказал Китай? Я стала говорить. Китай сказал господа хорошие если вы что-то делаете то делайте это с привлечением внешних специалистов. И прежде всего юристов. А у нас получилось так что эта история вышла за пределы айтишников к финансистам экономистам а дальше почему-то не пошла к юристам. И вот это вот сейчас мы и занимаемся этой проблемой потому что для нас принципиально важно чтобы эта проблема стала юридической. И ни в коем случае это не реклама но 25 сентября мы запускаем юридические курсы по продуктам блокчейна МГИМО где члены рабочей группы как раз межведомственной смогут выступить по данным проблемам и это уже будут государственные органы которые смогут высказать свою позицию на этот счет. Это будет другой подход это для юристов. Ставим понимать юристы это все-таки начало не не такое гибкое как например экономисты и атишники. для них им нужна уверенность им нужно понимание завтрашнего дня в их так называемом узком каком-то таком знаете старом понимании традиционном понимании. Вот мы все такие традиционалисты поэтому если вдруг я вас сейчас чем-то напугала только потому что со своих юридических позиций я эти риски вижу. И эти риски на самом деле сгубили уже очень много жизни. Но с другой стороны на эти риски есть огромные огромные невероятные проценты которые имеют очень многие люди. Есть шикарные проекты под которые можно деньги сейчас в которые можно вкладываться и получать большие проценты. Есть огромный прирост рынка криптовалют. Есть невероятный курс криптовалют. Есть истории бгновенной конвертации одной валюты в другую. Есть доходность когда люди просто приходя работать играясь выпивая с супругой чай могут сесть за комп поиграться чуть-чуть на рынке и заработать 300 долларов совершенно спокойно лечь с теплым сердцем спать на теплую подушку. Есть такие истории их много но мы должны понимать что к этим историям есть еще другие. Было бы хорошо чтобы эта теплая подушка была всегда теплой а зарабатывала всегда не меньше 300 долларов за вечер но это можно сделать только тогда когда ваши риски будут минимизированы. Спасибо большое. Я хочу воспользоваться своим положением и задать первый вопрос Служебное положение пользоваться нельзя Да У меня не служебное положение а так Знаете где говорят зачем нужно служебное положение если нельзя воспользоваться есть ли зависимость скорости развития технологий блокчейна криптовалют в конкретной стране от внедрения госрегулирования этой отрасли то есть есть ли смысл не трогать крипту и позволить лавинообразно развиваться новым халл технологиям и сервисам в рамках нашей страны Можно Есть ли смысл не трогать есть смысл есть смысл это самый безопасный путь это такой долгий путь к славе но он реально существует Россия сейчас выбрала очень интересную позицию если вы так внимательно посмотрите на окружающие высказывания события у нас есть концепция разрабатывается концепция цифровой экономики у нас есть распоряжение Медведева о том что государственные органы обязаны показать где они видят для себя внедрение блокчейн технологий у нас есть на это шувалово распоряжение о том чтобы подготовить доклад в котором будут определены перспективнейшие направления развития блокчейн технологий в том числе за рубежом и Россия как раз выбрала интересный путь она пытается обособиться от криптовалюты но активно развивает так называемый сервисный блокчейн и вот эта тема сейчас реально увлеклись очень серьезно увлекаются большие игроки речь идет о крупных банках да и не только крупных вообще идет речь о банках идет речь о секторе услуг не только государственных но и частных услуг вот тут вот господа вот здесь как если вы техническая часть вам интересна обратите взоры очень интересно здесь можно действительно продвинуться если вы инвесторы обратите внимание сейчас на проекты связанные с инвестированием с так называемым сервисным блокчейном потому что в нашей стране основное внимание в ближайшее время будет сосредоточено именно на продуктах сервисного блокчейна как это ни странно Россия сейчас не готова для себя она видит риски она не готова для себя активно стать площадкой для обмена криптовалюты. Она ее допустит, я думаю, при тех или иных условиях, но активно работать в этом направлении мы попросту не сможем. Знаете почему? Элементарно, мы не офшор, мы не маленькая территория, мы огромная страна. Эту концепцию надо очень серьезно регламентировать, надо всегда держать руку на пульсе. Страна в силу своих огромных территорий попросту этого объективно сделать не сможет. Но сервисный блокчейн – это действительно очень крутая вещь, которая сейчас покажет нам, что оказывается можно без крипты, точнее об ограниченном криптомире, развивать очень неплохо это направление. По крайней мере пока мы на это очень сильно надеемся. Может у вас другое видение мира? Но вот то, что обсуждается у нас сейчас, это на самом деле передовой… Мы собираемся, скажем так, не просто быть производителем этого сервиса блокчейна, мы собираемся его продавать. Это для нас очень важно. Если сейчас у нас пойдут шикарные разработки, а у нас наши русские айтишники впереди планеты всей. Вы сами это знаете, тут фамилии даже не стоит употреблять. Но здесь, если мы сделаем и запустим эти проекты мощно, мы это будем распространять по миру. И вот тут мы можем очень хорошо подправить свою экономику. Исключительно на так называемых информационных сервисах, основанных на системе блокчейн. Мы такую идею рассматриваем. И на самом деле подумайте, может быть, вот в этом направлении вам бы и стоило очень хорошенечко подумать. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Первый человек. Спасибо за вопрос. На самом деле на криптовалюту пока там никак не смотрят. Особенно в этой части. Мы должны понимать, что это все-таки правовое поле. А если мы уйдем от Госдумы и поговорим все-таки о бизнесе российском, то подобная идея рассматривается. Но давайте сразу разграничим зерна от пледа. Когда мы говорим о ICO, мы должны понимать, что самые быстрые, самые прибыльные проекты, это проекты, которые в крипте и с криптой связаны. Например, лучше всего, посмотрите, что выстрелил эфир. Что выстреливает сейчас из маленького? Ну, из маленького, по сравнению с эфиром маленького. А так оно большое. Маленькие. Понимаете? Что еще сфера? Какая-нибудь сфера бирж. Какие сферы обменников. Вот эти все сервисы, которые связаны с криптой, они реально выстреливают. Потому что ты в крипте, в криптом мире и с криптомиром. А очень хорошо сейчас пошли, действительно очень хорошо, их показывают по отличной производительности, так называемые платформы. Ну, для музыки, для там еще какой-то информации, еще, еще, еще. Там тоже крипта. И вот эта вся история с криптой на закрытом мире, крипты, очень хорошо работает. Как только мы выходим в реальную экономику, у нас возникает первая проблема, которая будоражит всех. И Минфин, мне кажется, просто у нее температура повышается, когда он просто об этом думает. Проблема заключается с выводом реальных активов. Вот тут мы должны подстраховаться. И поэтому, как я себе вижу, любая хорошая, может быть, разные модели, но любая хорошая модель ICO в реальной экономике должна, первое, не предполагать большой вброс туда крипты. А если эта крипта туда пойдет, потому что, ну, иначе вообще нет смысла тогда, да, в этом ICO. Если она туда пойдет, она должна немедленно конвертироваться. И второй момент, мы должны на выходе получать не товар, не реальный актив, а мы должны получать услугу. Вот если вот эти три составляющих имеются, без проблем. Мы можем говорить о том, что в реальном секторе эта история пойдет. Но если мы вдруг за это отдаем заводы, пароходы, машины еще какую-то историю, здесь стоит задуматься, на самом деле, не скам ли это. Вот и все. Вот так, наверное, я бы ответила. Да. Пожалуйста. Да. Почти, да. Отличный вопрос. А все взяли, что Минфин не собирается работать с криптой? Ну, я считаю, что фиат, вот перед цепочкой, вывода фиат очень сложна. Нет, цепочка вывода, да. То есть вот ее не будет просить в любом случае, потому что, ну, в общем, варианты экономики, она просто переведена, контролируется. То есть мы ходим с тем, что контролируется. Ну, вам же Минфин сейчас предложил цепочку, очень хорошую, в кавычках. Ну, почему в кавычках, если это дочитается, то нормальная, вот, если не так, как вот высказано было в СМИ. Мы же, по сути, не слышим. Нет, создается, да, профессиональная площадка для, вот я вам говорила, что параллели будут. Вот это параллель. У нас есть биржа валютная. У нас же брокеры работают на валютной бирже, да, это профессионалы, профессиональные участники рынка. Вот там крутится эта валюта. Что там делать с этой валютой? Она проверяется на свою частоту. Есть такая история? Каждый брокер рискует своим собственным бизнесом, рискует головой в этой части. Валюта проверяется. Там очень жестко действуют правила под ФТ. Там есть реальный регулятор, которым является Центральный Банк Российской Федерации. Эта вся история очень хорошо там проходит. Потом мы, торги заканчиваются. Мы с вами покупаем валюту, нам что-то мешает купить валюту в близлежащем обменнике, ну, конечно, это банковские обменники. Мешает что-то? Нет. Мы совершенно спокойно ее покупаем и продаем. Мы не являемся участниками рынка именно с точки зрения вот этого мега-рынка валютного. Минфин предложил идею, почему они не делают такой же крипторынок. Как показать эту идею? Брокеры есть, есть, площадки есть. Мы делаем такую обменную площадку крипты. Мы эту крипту там подчищаем, вычищаем, используем правила под ФТ. У нас есть реальный регулятор, которым будет в этой части являться Центральный банк, скорее всего, и, возможно, Минфин. Они это все высматривают, и они понимают, да, в Россию зашли деньги. Да, зашла крипта, но, а, она зашла в неких объемах уже нам понятных. Во-вторых, она зашла чистая, потому что она перепроверена. Это не какой-нибудь сил-крыл 3.0 уже, да? И мы уже можем совершенно спокойно ее продавать. И тут уже есть идентификация, идентификация хотя бы профессиональных участников рынка. Вот это идея. Очень, кстати, если вот так на нее посмотреть, она неплохая. Мы ее, кстати, рассматриваем как один из вариантов. Другой был вариант создать несколько возможностей, например, сертификация лицензирования, создается несколько бирж, на этих биржах валюта продается, покупается. По большому счету, это такой, знаете, макро, это не биржа, это такой макрообменник, а или это как, я не знаю, любой обменник тогда будет как микрофиша. Эта ситуация нас тоже устраивает, но мы начинаем чистить кого? Чистить с точки зрения идентификации, а не чистить с точки зрения карманов. Мы кого начинаем чистить? Хомячков. Для нас принципиально сейчас хомячки? Нет. Для нас нужны большие, большие хищные животные. Вот этих больших хищных животных мы можем поймать на профессиональном рынке брокеров. И вот тут с ними уже как-то бороться. А теперь заводить. А теперь заводить. Вот на самом деле некоторые проекты, да, вы правы, проблема есть серьезная именно с заводом криптовалюты. И выводом ее в России. И проблема-то на самом деле не в том, что эта история в России запрещена. Она не запрещена, но и не разрешена. Проблема в том, что мы на баланс не можем поставить. Вот и вся история. Вот если очень утрировать, я у вас беру деньги. Мы с вами, как правило, общаемся в режиме онлайн. Каким образом потом вы можете доказать, что мне от вас поступило столько-то? И как я докажу проводки бухгалтерские по этой части? Бухгалтерских проводок у нас нет. А деньги у нас на чистом слове, и может быть, мы с вами даже расписку не сможем нормально, качественно написать, которую бы мы могли предъявить в суде. И в суде бы никто не удовлетворил вашу расписку, потому что в ней что написано? А? А залог, я же вам только что сказала, мы говорили сейчас о займе, а залогом такая же, существенным условием залога является предмет, а это фикция. Понимаете? Мы даже залогом не можем историю сделать. Мы можем сделать по-другому. Мы можем поиграться с отсутствием правового статуса криптовалюты, можем поиграться. И мы по одному из проектов игрались. А по-другому у нас была совершенно иная история. Дело в том, что там деньги фиатные, крипто-деньги, которые туда заводились, они сразу уходили, человеку, который участвовал в этой схеме как субподрядчик, они уходили ему в крипте. И эта тема закрывалась полностью. И там еще была история, потому что криптовалюта рассматривалась, знаете как, за нее нельзя было купить токен. Можно было рассматривать ее как скидку. А цена шла фиать. Разные криптовалюты, и был приложен специальный конвертер для того, чтобы определить размер скидки. То есть мы можем, например, сейчас с вами договориться. Вот вчера был очень интересный вопрос в Ельцин-центре. Вот вопрос такой. А могу я продать за криптовалюту дом? Продать нет. Обменять тоже нет. А потому что как вы придете с договором в катастроевую службу? Может у вас, конечно, она тут в Екатеринбурге продвинутая? Но в Москве не очень. Если у меня будет дом продаваться за биткоины, ну на самом деле меня там дурочками если посчитают. Вот. Я не могу продать дом, и я не могу эту сделку легитимизировать, да? Ввести в правовое поле, потому что катастроевая служба посчитает, что у меня нарушены существенные условия договора. И договор это цена. Вот это условие. Что тогда здесь будет? Нельзя это сделать. Но что мы можем сделать? Мы можем чистить, подарить. Слушайте, я на вашем месте никогда никому ничего не дарила. Как юрист говорю. Даже жене не дарите ничего, потому что потом будете разводиться, никогда не докажете, что можете, не имейте на это права. Вот. Здесь другая история. Вы сделаете так. Вы покупаете дом за фиат. И прописываете исключительно фиатную цену. И вся история будет у вас идти совершенно в фиате. А по крипте вы можете сделать историю. Там разные варианты возможны. Вы можете просто заниженную фиатную цену сделать и так далее. Но вы можете же домом продать и мебель. Да? А мебель вы можете обменять на криптовалюту. Например, вы хотите продать в общей сложности дом стоимостью, например, давайте так, 10 тысяч долларов. Ну, возьмем условно. Мне просто легче на 5 разделить. 10 тысяч долларов. Получается так. Вы договариваетесь о том, что цена дома будет в рублях составлять 2 тысячи долларов. И вы договариваетесь с человеком, что, ну, конечно, дорогому человеку не все устраивает, но в любом случае ты мне денежки должен привезти. Все-таки было бы хорошо. Лучше бы даже не договариваться со стороной, а реально, чтобы деньги были фиатные. Давай так. 2 тысячи долларов ты мне даешь рублями за дом. А всю остальную крипту, мы с тобой подписываем в дополнительный договор, мены и всю мебель, которая находится в доме, ты мне меняешь на крипту эквивалентную 8 тысячам долларов. Все, вы проводите сделку за 2 тысячи долларов, а получаете на руки эту сумму, и вы не можете, если вдруг этот товарищ захочет с вами сейчас какую-то историю отыграть, у вас договор мены. А в мене вы пишете, что это не биткоины, а это некое, например, программное обеспечение, какой-нибудь интеллектуальный труд, который вы для себя оценили в стоимости эквивалентную 8 тысячам долларов. Вот. И меняете одно на другое. И когда суд будет рассматривать это дело, если случится так, вы будете уже в рамках мены возвращать, то есть суд длинет решение о том, чтобы возвратить вас на первоначальные позиции. Первоначальные позиции – это значит, что вы обратно свою крипту сможете получить. Вот такая история. Вот так это можно делать. Другое дело, что вам надо. Вы можете обыграть это разными. Если вам нужны родовые признаки, чтобы вам вернули крипту именно по рыночной цене, вы тогда делаете это родовой вещью. Смотрите, каким образом, как родовая вещь она у вас может пройти. А если вам надо, чтобы вам вернули конкретно столько битков, сколько вы дали, тогда вы пишете ее как индивидуально определенную вещь. Это тоже можно сделать совершенно спокойно, если надо просто продумать ситуацию с юристом. И все, и получить это. Вот я вам прямой ответ на ваш вопрос не дала, но вот здесь, я думаю, уже есть какие-то алгоритмы для анализа. Здравствуйте. Битманы у нас что-то вообще активничают. Мой вопрос. В своем монологе вы сказали, что знаете ресурсный проект, чья монета может войти на третью позицию в топе 20. Монету называть я вас так же не настаиваю, но можете хотя бы сказать, с какой буквы она начинается? Хитро. Хитро. Знаете, у нас на валютном рынке все начинается, на криптовалютном рынке все начинается либо с B, либо с C. Иногда еще есть A, потом D, E, L, G. Я думаю, так будет правильнее всего в обработке. Хорошо? Да, спасибо. Так, еще вопросы. Пожалуйста. У меня теперь вопрос. Спасибо вам всем. А, у вас еще? А если мы рассмотрим вариант инвестиций в биткоин, для того, чтобы потом на них заработать проценты, например, каким-то словом. Можем ли мы в договоре указывать цену в бутылях, но приравнивать к курсу биржи, для того, чтобы потом посчитать прибыль. Ну, то есть мы берем, например, сайт, говорим, мы там миллион, допустим, даем, какой-то курс, когда уже будет количество бутылок, а потом мы на этом сайте, вот, в книжный курс. И так же мы можем допустить в бутылок. Ну, знаете, гипотетически вы имеете право, вы имеете на это право, но фонд на то и фонд, что, как правило, он работает на оферте. Он вам предлагает свои условия, вы либо с ними соглашаетесь, либо не соглашаетесь. Такой индивидуальный подход возможен с большими игроками, но на самом деле, как правило, фонду это невыгодно, иметь эту историю. Поэтому, гипотетически, отвечаю вам вопрос так, гипотетически нет, гипотетический да, практически нет. Потому что фонды, они, как правило, зарубежная юрисдикция. В тех юрисдикциях, ну, то он фонды, что же, люди не дураки сидят, они понимают, что им нужна такая юрисдикция, где у них крипта будет криптой. Ну, естественно, тут уже надо по-другому работать. Как вы говорите, появляются различные компании, которые в России... Да, появляются. Появляются, появляются. Но это надо рассматривать, это чисто маркетинговая история. Юридически это возможно сделать. Второй вопрос. В Москве 25-го запускаются курсы повышения квалификации с выдачей диплома гособразца. То есть это очень хорошо для банковских служащих, для представителей, например, тех, которые работают в ОСИО, занимаются юридическим сопровождением, потому что они получают реальный диплом с водяными знаками, который выпущен госзнаком, у которого индивидуальный номер, который выдан МГИМО, МИД России. Вот. И уже о том, что они прошли стажировку, и они понимают в системе правового регулирования блокчейн-технологий. На сайт МГИМО заходите и прям сразу же видите эту информацию. Потом, мы надеемся, далее. Ну, у вас сейчас очень интересные ассоциации создаются сейчас. Вот сейчас такое направление очень хорошее, классное. Это вот помимо метапов, вот таких интересных, как сегодня, с такой интересной публикой, есть истории еще две очень важные. Это так называемые, это ассоциации, это площадки, на которых вы можете встретиться, проговорить и обсудить те иные идеи. У вас сейчас возникает такая уральская ассоциация, именно ваша региональная. У нас сейчас будет в центре создаваться ассоциация, в рамках вот центра МГИМО, в рамках вот центра цифровых экономики и финансовых инноваций. Мы тоже планируем создать ассоциацию, в рамках которой будет формироваться та или иная позиция ваша, людей, которые интересуются крипторынком. Эта позиция будет аккумулирована, проработана и направляется в Госдуму для антиза этого проблемы. Я думаю, мы с региональными ассоциациями будем в том же направлении работать, в том числе и с уральской ассоциацией блокчейна. Поэтому давайте думать. И вот так вот, я думаю, с Денисом у нас давно уже контакты, в том числе и через МГИМО. Мы активно сотрудничаем. Это действительно хорошо, когда информацию, специально выключайте, аккумулированно доходит до государственных органов. Это правильный диалог, вот эта обратная связь должна быть. Поэтому я за обратную связь. Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. До свидания. Спасибо большое. Так, дорогие друзья, у нас теперь перерыв полчаса.